В библиотеке имени Пушкина на площадке открытого молодежного пространства 306 квадратов губернатор Омской области Александр Бурко встретился со студенческой элитой региона. Победители всероссийских грантовых конкурсов и форумов, отличников учебы и спортсменов, глава региона поздравил с Днем российского студенчества. Говоря о студенческой жизни, я сразу вспомнил анекдот. Как на одном из экзаменов стоит молодой человек, он взял один билет и говорит, профессор, можно я еще один возьму? Берет второй билет, снова не знает, третий, четвертый, пятый. Профессор смотрел, берет его зачетку и ставит удовлетворительно. Все расписывается, все остальные студенты, подождите, профессор, ну это как-то нечестно. Ну как, он тут выбирал билеты, он говорит, слушайте, если человек что-то ищет, значит он что-то знает. Ну я убежден в том, что в этом зале сидят те люди, которые выбирают не билеты, а выбирают свою дорогу в жизнь. Вот, вы те люди, которые сегодня поднимаете престиж нашего региона. Я желаю вам одного, чтобы вы не оглядывались, шли всегда вперед. Ну а мы, как представители власти, здесь сидящие, будем всегда вас поддерживать и помогаем, поддерживать именно ваши инициативы. Студенты делились с Александром Бурковым своими идеями о развитии региона, создании и раскрутке омского бренда. Молодежь интересовал также вопрос, обозначенный президентом в послании Федеральному собранию, об увеличении количества бюджетных мест в региональных вузах. Мы увеличивали на 2019 год даже количество мест в медицинском и в классическом университете, но это были такие слезы. Небольшими темпами делали за счет, скажем там, личных контактов моих с федеральными министрами. Сейчас министерство образования работает, я имею в виду, с министерством науки и высшего образования, наше областное, с федеральным, для того, чтобы согласовать цифры. Это понятно, будет следующий учебный год, думаю, самый ближайший, и это будет не окончательное решение, я думаю, на первый год будет незначительно, а дальше будет расширение. В завершении встречи куратор площадки «306 квадратов» Анна Касьяненко сделала Александру Боркову символичный подарок. Это душа нашего пространства, на самом деле. Я понял, я хотел снять с той стены, но не получилось. Работа омского художника Ивана Придита. Спасибо огромное. Было очень приятно услышать про бюджетные места, конечно же, мы слышали и послание президента, и слава богу, что оно услышано, потому что это для студенчества такой волнующий вопрос. У меня есть младшая сестра, которая тоже поступает, и я надеюсь, что она поступит тоже в медицинские, поэтому мы очень ждем расширения количества бюджетных мест. Александр Леонидович, как всегда, был открыт вопросом, предложением, что самое главное. И чем важны эти встречи, тем, что действительно Александр Леонидович слышит молодежь, и сразу может, если есть какая-то идея, которая конкретно заинтересует правительство Омской области, то сразу можно получить контакты для реализации этой идеи. Продолжение следует...